Добрый вечер! Детали недели на Йоргане. Меня зовут Александр Кузнецов. И вот о чем в деталях мы вам сегодня расскажем. О чем молчат газеты? Бесплатно это даже художество. Это даже не искать, а просто да. Когда печатное становится непечатным. ЗАПОЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ Почти 40 человек с 9 часов на домах работают по устранению данных ситуаций. Почему иногда коммуналка трещит по швам? И уполномоченные заявить Мы наложим внешнекоменческие связи между странами. Как защитить интересы КОМИ в столице? Сегодня день российской печати. Праздник, который отмечает все журналистское сообщество. Вне зависимости, печатное это СМИ или интернет-издание. Хотя понятно, что сейчас привычную печать все активнее вытесняют электронные источники информации. И это абсолютно объективная тенденция. Читатель, вернее потребитель, выбирает тот источник новостей, который предлагает их оперативнее конкурентов. И еще одна данность. В ряду печатных СМИ сейчас выживают те, кто смог перестроить свою работу в жестких условиях тесноты на этом рынке. Кто-то сделал свою газету бесплатной, а кто-то востребованный за счет интересных статей. Елена Кононова поведает, чем сегодня живут газетчики. Было время, когда советские граждане выписывали кипу разных газет и журналов. Причем у каждого члена семьи была своя периодика. У папы правда. Мама крестьянка, детей мурзилка. Сегодня прежние традиции медленно, наверное, уходят в прошлое. Причин тому немало. Кому-то подписка стала не по карману. Кто-то и таких все больше предпочитает узнавать новости из интернета. Чтобы удержать читателя, печатным СМИ пришлось создать электронные версии своих изданий. У старейшей кумиязычной газеты Кумимун, которая в следующем году отметит вековой юбилей, электронных подписчиков сегодня в два раза больше, чем реальных. Того и гляди, печатная версия изданий перестанет расходиться. Чтобы не допустить этого, редакция пошла на маленькую хитрость. Ну, допустим, да, если вот сейчас мы зайдем, да, для интереса, то мы попадем, допустим, дальше, вот, ну, вот, статья и читать дальше, в таком языке, лыгийный воджи, читать дальше. И набираем мы туда, и попадаем мы уже, вот, как такая заманилка, скажем так, попадаем на стоимость подписки на 2017 год. В общем, вот такая вот мы идея придумали. Ну, я думаю, что она работает, ну, надеюсь, что работает, по крайней мере. Вот достаточно много на электронную, скажем так, подписывается на электронную версию, пишут по электронному, на электронную почту пишут письма о том, что хотят подписаться на наши издания. Некоторые газеты, к слову, полностью ушли в интернет, отказавшись от нерентабельной печатной версии. Но такой вариант, по словам Вячеслава Попова, для кумиязычной периодики неприемлем. Читатели живут в основном в сельских районах, где с доступом в интернет не все гладко, а традиции читать бумажные газеты еще сильны. Впрочем, за подписчиков все равно приходится бороться. Газета и ее доставка стоят недешево. Два года назад, когда государство перестало субсидировать почту России, тарифы выросли на треть. Читатели отреагировали моментально. Тираж издания заметно упал. Пришлось думать о том, как сократить расходы подписчиков. Благо, вовремя появилась федеральная программа социально значимых изданий. Это вот каждые полгода надо подтверждать. Мы в этом году подтвердили. В последующем мы будем тоже, потому что мы уже знаем, как это делается, будем подтверждать. И у нас в этом году стоимость, если в совокупности брать, упала на 20%. То есть раньше, допустим, Комиму стоил 483 рубля, а сейчас 350, больше, чем на 100 рублей мы, получается, сэкономили. Тем не менее, печатным изданиям приходится бороться буквально за каждого подписчика. Последние два года, например, издательский дом Коми и журнал «Арт» совместно с молодыми активистами проводят благотворительный концерт «Шон и Грыд». Благодаря собранным средствам библиотеки сельских районов и больницы получают подписку на Коми газеты и журналы. У районных газет круг читателей заметно уже, чем у республиканских. А потому местным Аполл-Анпера приходится неустанно искать пути привлечения подписчиков. Это и дни подписчика, и декады подписчика, и месячники подписчика. И используем такие массовые мероприятия, как, допустим, конференция Коми-Войтер, другие большие районные праздники, куда выходим вместе с почтой, и пусть подпишутся 10, 15, 20 экземпляров. Все это идет в общую копилку. Конечно же, очень важный момент, как и нам все-таки рекомендуют, это развивать альтернативную подписку. То есть наши подписчики используют только такой ресурс, как оформление подписки по каталожной цене. Это выходит значительно дешевле. Уникальное для Коми-издание газета «Вера» умудряется находить подписчиков даже в других регионах. Издание сегодня читают в Мурманске, Калининграде, на Кубани и даже на Сахалине. А все потому, что пишут журналисты для всего православного севера страны. Раз в месяц, а то и чаще выезжают в дальние командировки. Очень важно именно географию поддерживать. Поэтому мы вот, скажем, есть такая у нас традиция экспедиции в газете, то мы эти экспедиции осуществляем по всему северу, скажем. У нас были экспедиции и на Вологодчине, и по Вятской земле. Вот последняя экспедиция в прошлом году, летом, она была из Троицко-Печорского района в Пермский край, в город Чердынь, там по глубинке, по лесам, по рекам и так далее. Добирались те места, которые, в общем-то, журналистами не освоены. Интересная информационная начинка – одно из основных условий успешной работы печатного СМИ, уверен главный редактор газеты «Трибуны» Владимир Сумароков. Популярное в коме издание живет в основном за счет подписчиков. И очень заинтересовано в том, что их число, сейчас это больше 30 тысяч человек, хотя бы не уменьшалось. Именно поэтому пишут журналисты о самом насущном – проблемах конкретного человека, семья, села, деревни. То, что связано со мной, с моей семьей, с моими там соседями и так далее, да, ближний мир, вот как фара бывает дальний свет и ближний, да, переключается, так и здесь. И мы эту тенденцию вовремя уловили, я бы так сказал. Мы перестали, мы практически не пишем ни о политике, ни о высоких там и так далее, мы пишем о таких достаточно бытовых проблемах людей, ну, как бытовые, они все равно социальные, потому что они носят общий характер. Похожий подход и у коммерческого сыктывкарского издания «Про город». По меркам республики тираж у него огромный – 83 тысячи экземпляров. Местные журналисты стараются найти эксклюзивные темы, которые сначала появляются на сайте газеты. Часто информацию подкидывают сами читатели. В этом году, например, «Про город» обратилась американка Карина Джонсон, которая искала в коме свою биологическую маму. Их встречу показали в одной из программ «Первого канала». Когда журналист сообщал этой американке Карине, что ее мама найдена, она очень волновалась. Сложно представить, какие эмоции испытывала сама девушка, когда ей сказали, что мама ее найдена. Мы их связали и, конечно, все это опубликовали у нас на сайте. И этой историей заинтересовался «Первый канал». И маму Карины, и саму Карину пригласили на съемки к Александру Гордону. Наш журналист тоже там был. И там состоялась их первая встреча вот спустя 19 лет. «Про город» – одна из немногих газет, которая распространяется бесплатно. Этот факт, к слову, негативно повлиял на жизнь традиционных общественно-политических изданий. Бесплатная газета, которая регулярно появляется в почтовом ящике, становится поводом отказаться от платной подписки на другие печатные СМИ. Между тем, известно, «Про город» существует исключительно благодаря рекламе. Дополнительный доход сегодня – непременное условие выживания. Без коммерческих материалов и грантовой поддержки никак не обойтись. В прошлом году Союз журналистов России объявлял грантовую помощь. Многие из изданий Республики Коми заявки отправили. Грантовая поддержка независимых СМИ считается, но сказали, что будут выделять помощь районным и государственным газетам тоже. Потому что понятно, что там сейчас нет таких, чтобы все независимы были. У всех есть учредители. Система грантов, кстати, помогает не только печатным СМИ. Благодаря конкурсам развивается и книгоиздание. Печатаются художественная, научная, краевическая литература. К слову, за последние 9 лет в Коми выпустили более 150 книг. Как вот это издание – популярная история Республики Коми. Мне очень нравится в этой книге, знаете что, тираж. Я впервые в жизни держу книгу популярную по историю Коми, которая издана тиражом в 10 тысяч экземплярах. Вот я просто с дрожью в голосе это говорю, потому что я тоже всю жизнь мечтал о том, чтобы это было не 100 экземпляров, которые, значит, там чуть не на аукционе надо продавать для желающих. А то, что на самом деле может быть в каждой семье, в каждом доме, в каждой школе. Конечно, сегодня тоже художественную литературу многие читают в электронном виде. Но ценители чтения уверяют – гаджеты никогда не передадут удовольствие читать печатное слово. ЧП недели, безусловно, воркутинская коммунальная авария. Случилась она еще 3 января. Ремонтным бригадам в течение трех часов удалось ликвидировать порыв на теплотрассе. Однако этого времени было достаточно, чтобы завоздушить систему в нескольких домах. Сегодня ситуация в заполярном городе нормализована, в том числе за счет оперативных действий республиканских властей. Максим Васильев о причинах ЧП. О том, что воркутинцам в праздничные аномальные морозы еще не сказано повезло, уже можно слагать городские легенды. Лютая стужа для заполярья – обычная среда обитания. Сверхнизкими температурами здесь вряд ли кого удивишь. Два с лишним года назад, в 2014-м, коммунальная авария воркутинском поселке Варгашор из локальной проблемы превратилась в недельный квест на выживание. Местные коммунальщики признались – мы недооценили чрезвычайной ситуации. Ситуация по отоплению на поселке Варгашор остается напряженной, сложной. Тем не менее, управляются некоторые адреса. В данном случае, на настоящий момент, Ива Толстого 9 дали холодную зерну. В этом году снова повинны головы коммунальщиков управляющей компании, которые снова чего-то там недооценили. Разве что оперативность была выше. За это, конечно, плюс. Утечку устранили в три часа. Впрочем, ремонтные работы варгашорцев успели изрядно напугать. 37 градусов! Жесть! Десятки слесарей, то есть в день, начиная с 6 числа, когда мы начали уже привлекать непосредственно ремонтные бригады с вечера, то есть вот до 9 вечера порядка 35, почти под 40 работало чисто слесарей. И дополнительно к ним сотрудники МЧС, непосредственно мы, администрация, привлекали своих сотрудников. То есть за каждым домом был закреплен сотрудник, который в течение дня непосредственно обходил квартиру и давал информацию полностью нам в штаб по конкретной квартире, какой стояк запущен, запущен, не запущен. Стояки, как говорят в таких случаях, завоздушилы. Кое-где перепады температуры радиаторы просто не выдержали. В Заполярье в срочном порядке выехал вице-премьер регионального кабмина Константин Лазарев. Он, конечно, ускорил работу аварийного штаба, вот только на месте аварийчиков ждал извечный воркутинский коммунальный казус. Панальные дома заселены едва ли на четверть, хозяев пустующих квартир уже давно нет, а проверять, где прорвало, нужно везде. Пришлось ломать двери. Люди сами брали ведра, ходили, отливали, делали работу управляющей компании. При этом просили управляющей компании, придите, пожалуйста, нам чуть-чуть помогите, мы все сделаем и будет все хорошо. Но управляющая компания в этот момент бездействовала. Большое очень спасибо. Просто-напросто. Умеют люди работать. Сегодня вроде как все позади, тепло в каждой квартире, но решение проблемы локальное и системное совсем не одно и то же. Две-три реально проживающих семьи на весь панельный дом, как в Аргашоре, случись чего, снова станут большой коммунальной головной боли. У республиканской власти назревает свой ответ. Волевой. Данные вопросы у мною были доложены главе республики, получено от него соответствующее указание об организации работы по переселению граждан, прежде всего в малозаселенных домах в поселке Аргашор, в дома более заселенные, с тем, чтобы там нам заселить дома, создать нормальные условия для жизни граждан. И по вопросу переселения поселков Северный и Заполярный будем работать с людьми, будем переселять их в поселок Варгашор, в дома жилые с предоставлением им муниципального жилья. Еще одна мина замедленного действия в Заполярье – центральный водовод. Прошлой осенью были озвучены шокирующие цифры – износ труб 95%. Исторически строительство Усинского, он черпает влагу из реки Усы, водоводов, Заполярье, начали еще в 70-х годах прошлого века. Согласно проектным решениям, его проложили на подвижных роликовых опорах. Со временем они стали разрушаться, ролики выпадать. Под тяжестью снежного покрова направляющие над опорами стали играть роль своеобразных ножей, продавливая и разрывая трубы. Появились утечки, которые годами только латали, не меняя принципиально саму конструкцию. И так, десятилетиями. Предыдущее руководство кочегарки вкладывать в капитальный ремонт водовода не спешило, а, по сути, постоянно саботировало эти работы. Рассчитывая, наверное, на традиционный русский авось, небось, да как-нибудь. Не помогло. Без специального подогрева, а в это ведь тоже нужно было когда-то вкладывать, сегодня три километра нитки сковало льдом. Резервная линия – кот в мешке. Она пусть и считается рабочей, что там внутри давно уже никто не проверял. Частично помогли газовики, но это капля в море. Водовод – система динамическая, как и сам грунт в тундре. Именно поэтому и происходят сходы с опор. Конечно, идеальный вариант – это тот участок, который сделал «Газпром». В 2012 году, там порядка 970 метров. Это красивый водовод, который лежит на свайных опорах. Но этот участок в ценах 2012 года стоил порядка 100 миллионов, чуть меньше 100 миллионов. То есть, если у нас 26,5 километров, ну, нетрудно умножить. Оптимистичный прогноз – это то, чего воркутинцы всегда ждут с надеждой. Конечно, строительство нового водовода в Воркуте сегодня финансово, всё равно, что построит новый город с чистого листа. Впрочем, ещё одно волевое решение, по нашей информации, руководством республики уже принято. Разрубать этот заполярный гордий узел будут постепенно. Аномальные морозы внесли коррективы в работу и столичных коммунальщиков. Они предполагали, что в январские каникулы, когда машин на улицах не так много, смогут очистить от снега город. Но спецтехника отказывалась работать в такой мороз. Александра Головина о работе столичной управы в самый разгар снежного сезона. Здесь, в центре города, всегда большой поток людей. Одни спешат на работу, другие бегут в магазин, третий гуляют с детьми. В суете многие даже не замечают, что подвергают своей жизни опасности. Вот, например, прямо под свисающими острыми сосульками проходит девушка с коляской. Вот бабушки, тоже явно не подозревающие о ледяной опасности сверху. Такие сталактиты для города совсем не экзотика. Тем не менее, быть их не должно. Анна Постникова работает в столичной мэрии. В народе ее профессия зовется городовой. Она контролирует содержание территории управляющими компаниями. Вернее, проверяет, насколько добросовестно они выполняют свои обязанности. Этот дом на пересечении улиц Карла Маркса и Орджоникидзе не раз попадал в поле зрения городовых. Управляющая компания, замечания администрации об устранении нарушений получает регулярно. В первую очередь мы обращаем внимание на содержание кровли, на сосульки, на образование наледи, на козырьках и снега. Над пешеходной зоной не должно образовываться наледи и сосулек. Это является нарушением пункта 128 правил благоустройства городского округа Сыктывкар. Для сравнения, две деревянные двухэтажки. С крыши первой тянется к земле ледяная наледь. У соседей все чисто. Дело в том, что за эти дома отвечают разные управляющие компании. Наглядный пример добросовестной работы одних и отлынивания других. Кроме того, внимание городовых направлено и на дворовые территории. Пешеходные зоны здесь должны быть зачищены под асфальт. Колея допускается, но не глубже 3,5 сантиметров. Сколько? 12 сантиметров. Впрочем, и это далеко не максимум. Жителям дома по улице Советской в зимнее время приходится не сладко. Территорию мэрия инспектировала еще в конце декабря. Снежной каши с тех пор только прибавилось. Проехать в этот двор может разве что кроссовер. Местные говорят, коммунальщики появляются здесь только по весне. Туртрактора, по-моему, и не было ни разу. То есть чистят. Ну, не чистят. Чего говорить. Городовые на осмотр территории выходят раз в два дня. В случае нарушения управляющим компаниям направляют фоксограммы. На замечания, как правило, коммунальщики и ТСЖ реагируют. Но есть и те, кого облагают штрафом. Этим занимается уже суд. Доставляют немало хлопот и дороги общего пользования. Их курирует дорожное хозяйство. Его специалисты подметают, гридируют, подсыпают. Внимание про чистки тротуаров, вывозки снега и расширению дорог. Городские магистрали зимой существенно сужаются. Вывозим снег в ночную, дневную смену. За ночь где-то вывозим 2-3ста, тысяч кубов. День где-то 800-900 кубов. Ну, проблема в том, что у нас плечо увеличилось в вывозке. Вывозим на городскую свалку. И вывозится меньше, чем в прошлом году. У нас закрыли на объездной. Была снежная свалка, закрыли это. Сегодня от снега очищено более 30% городских дорог. За один только день столичные и ежвенские коммунальщики вывезли с улицы почти 3000 кубометров снега. По объему это сопоставимо стандартному пятиэтажному дому. Впрочем, заметно мешают работе автомобили, припаркованные на обочинах. В таких ситуациях на помощь мэрии приходит ГИБДД. Машины нерадивых хозяев под присмотром автоинспекторов эвакуируют и штрафуют. Пока осадков выпало немного, потому объем работы у дорожников посильный. Но уже в субботу синоптики обещают обильный снегопад. И тогда придется снова бросить все силы на борьбу со снежной стихией. Для этого задействуется собственный и арендованный арсенал техники. После непродолжительной рекламы мы продолжим. Буквально в эти часы, в канун Старого Нового Года, в селе Усть-Кулом проходит региональный конкурс современной коми-песни «Василий». Ставший уже традиционным, «Василий» радушно принимает участников проекта, самодеятельных авторов современной коми-песни, многочисленных зрителей и высоких гостей. Сам конкурс в этом году отмечает 24-й день рождения. Константин Куратов поведает то, о чем поют на «Василии». Режиссером фестиваля в этом году, как и в прошлом, стал Алексей Полубояров. Хотя должность эта досталась ему не просто так. На нее претендовала в том числе художественный руководитель Усть-Куломского дома культуры Ирина Гулько. Пришлось проводить конкурс. Победил Полубояров, а его когда-то соперница теперь активно ему помогает. Вместе они уже несколько дней трудятся непосредственно на площадке проведения «Василия». Последний оргкомитет, который мы проводили уже после Нового года, показал, что готовность у нас стопроцентная. Сегодня есть четкое понимание, где мы встречаем, размещаем гостей, организация их питания, организация мероприятий, которые будут связаны уже именно с сценарным ходом, с уличными гуляниями. Значит, у нас будет установлен уличный экран, на улице будет горячий чай, выпечка, будет целая программа уличная. Единственное, за что переживали жители района, как достать заветный билет, поскольку зал в Усть-Куломском доме культуры рассчитан всего на 350 человек и всех желающих не вмещал никогда. Гонка за места началась 11 января, когда объявили старт продаж. Впрочем, погода в этом году благоволит, синоптики обещают всего 7-10 градусов мороза, поэтому организаторы уверены, все желающие смогут увидеть Василий на большом экране, который установят перед местным клубом. Петь и в более морозную погоду. Усть-Куломцы обычно терпеливо смотрят и голосуют. Мне все очень понравилось. Я подошла, когда пели «Лиду-Лидочку». Я в восторге от этой песни. Потом, когда по куплету повторяли, особенно тронула песня про маму. Гожем кунис, ащущин, жондыю гыргутся. И мы двое с издев дыр, гожем сэ корвичан. Каждый год режиссеры пытаются привнести в ход конкурса и галоконцерта что-то новое. Например, в зал входили или даже влетали живые символы Нового года. Музыкальные номера оживляли песочной анимацией. Смело использовали возможности интермедиа, чтобы украсить выступления артистов. Этот год не исключение. В программе интерактивные игры с залом. В необычном формате пройдет и голосование на приз зрительских симпатий. Также отказались от обратного прогуна песен, чтобы придать концерту динамичности. Поскольку почти все прошедшие отборочные тур произведения лирические, то есть мягкие и протяжные. Конечно, в процессе отбора некоторые песни мне понравились очень. Но поскольку сейчас будет совсем другая подача, аранжировка будет сделана, будет профессиональное исполнение, то, может быть, у меня и изменится мнение в пользу других песен. Но для себя мне несколько песен, конечно, я уже, как говорят, легли на сердце. Василей начался в 1994-м и сразу стал суперпопулярным. Уже на следующий год он получил статус республиканского. Поначалу основными исполнителями были сельские коллективы и непрофессиональные артисты, а сам фестиваль чаще проводили экспромтом. Сегодня перед самим действом проходит много репетиций, а выступает на сцене все больше профессионалы. Но все же конкурс остается народным. Его песни всегда о самом главном. Жизнь в глубинке, человеческое счастье, любовь. В трудные времена настроение песен тоже меняется. Коробит то, что очень много грустных песен. В последнее время очень много грустных песен на Василее. А еще немножко не нравится подготовка к празднику. Она раньше начинала все с подготовки к Василее, потому что это уже праздник начинался. Потому что все кипело, все кишело, все-все-все. А сейчас как-то так немножко холодновато все это проходит. Впрочем, уже на прошлом Василее настрой изменился, появилась тяга к оптинистичным темам и жизнерадостным мелодиям. Когда мы будем писать о сельской жизни красиво, искать и показывать ее позитивные, сильные стороны, то и село поднимется. Если будут звучать песни, значит село живет. Если люди поют, значит жизнь в радость. Переживал конкурсы кадровый голод, хотя его задумывали как стартовую площадку для новых имен. Поэтому даже предлагалось добавить русскости. Это республиканский праздник, то надо учитывать то, что государственных языков у нас два. Давайте свежая кровь, мало вливается у нас, мало вливается. Я предлагаю острую конкуренцию. Я говорю, давайте на одно стихотворение все напишем, чтобы было ясно, кто что умеет. Нет, нет, мы это не будем. Понимаете, сейчас, пожалуйста, обработку тоже человек со стороны ударил тоже по рукам. Ну как? Я этого не допущу. Ни русско, ни русским, ни русскокоме конкурс не станет. В нашем конкурсе участвуют русские композиторы, в нашем конкурсе участвуют русские исполнители. И это замечательно. Стремление талантливых людей спеть на коме языке, это замечательно. И это будет всегда. И никогда на этом конкурсе не будут звучать русские песни. Чтобы оживить конкурс, организаторы даже переносили его в Сыктывкар. В 2010-м впервые гала-концерт Василия прошел на сцене Государственного театра, оперы и балета. А в 2013-м и сам фестиваль перекочевал в столицу. Но многих городской вариант разочаровал. Напрочь пропал натуральный сельский привкус. Возможно, поэтому два года подряд никому не доставался и главный приз. Места присуждали, но выступления не трогали настолько, чтобы оценить их на гран-при. Возвращение на родину конкурсантов будто разбудило. Василей, Василей, чьи постынка, Василей, 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 Волнократный и лунный. Участие песни в Василее – это как знак качества. Именно поэтому молодые авторы так стремятся попасть на фестиваль. В этом году дебютировать будут аж три человека. Анна Ульянова, которая на Василее 2016 выступала как исполнительница. Алексей Чашников с песней об уссулемах. И Евгения Удалова. Кстати, дебюты – еще одно доказательство того, что конкурс по-прежнему несет в массы главное. Побуждает людей создавать новые произведения. Причем на родном языке. 2016-й прошел под знаком серьезных перемен в работе постоянного представительства КОМИ при президенте России. Это исполнительный орган, который подчинен непосредственно главе республики. По его же инициативе сейчас функционал этой структуры существенно расширился. О том, какие задачи поставил Сергей Гапликов перед представительством и как они сейчас выполняются, расскажет Любовь Лапина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существенные мероприятия в этой части уже проведены. Поэтому, наверное, о результатах пока говорить рано. Но самое главное, что интерес всех юридических лиц, которые готовы работать в республике, которые готовы вкладывать в республику, которые готовы создавать для наших граждан современные, достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, они делаются. Планы по более эффективному использованию внушительного хозяйственного комплекса московского постпредства также уже начали реализовываться. Вместо двух ранее отдельно взятых автономных учреждений, центра культуры и гостиницы, должен появиться один культурно-деловой центр республики КОМИ в Москве. Это позволит существенно сократить расходы бюджета. Так только в 2017 году на 7 миллионов рублей. Если нам удастся выполнить плановые показатели по загруженности гостиничного комплекса, они достаточно амбициозны. На следующий год запланированы доходы в размере не менее 28 миллионов рублей, через год 32 и еще через год 36, то мы постараемся в течение ближайших трех лет сократить общее субсидирование деятельности наших подведомственных учреждений на сумму не менее 17 миллионов рублей. Учитывая, что та сумма, которая на сегодняшний день в республиканском бюджете была запланирована, ну, на предыдущие годы, это порядка 68 миллионов рублей, то, мне кажется, это достаточно существенная экономия. Часть заработанных средств будет вкладываться в саму гостиницу, в поддержании ее качественного состояния дабы стать еще более привлекательной. Часть же площадей всего комплекса предполагается сдавать в аренду, при этом не забывая о выстраивании отношений с потенциальными партнерами и продвижении бренда республики и ее товаров. Уже сейчас представительству удалось наладить взаимодействие с органами исполнительной власти Москвы и Московской области. В результате у Коми появилась возможность представлять себя самыми разными проектами на самых разных площадках Москвы. Один из таких примеров – новогодняя ярмарка на Пушкинской площади «Волшебное путешествие в Рождество». Она работает с декабря по январь. Все это время в одном из павильонов можно приобрести поделки мастеров из республики. И, как отмечает куратор, товары с национальной Коми-символикой одинаково нравятся как самим жителям столицы, так и гостям вратоглавой. Они очень удивляются. Они всегда начинают расспрашивать, а что это, а что это за орнамент, а что он значит. И всегда, когда говоришь, что вас приветствует республика Коми, они всегда «О, Коми, как это удивительно! Можно бы подробнее узнать». То есть они прям положительно на это реагируют. Сейчас же в постоянном представительстве работают над тем, чтобы на московских региональных ярмарках также была представлена продукция сельхозпроизводителей Коми. Это и замороженная рыба, и соленье с вареньями, и продукты мясной переработки. Словом, все то, чем так богат наш край. Все это, как отмечает постпредстве, возможно, причем на крайне выгодных для производителей условиях. Со своей же стороны здесь обещают предоставить существенную скидку, в некоторых случаях до 40%, на проживание в принадлежащей республике гостиницы в период проведения ярмарок. Все для того, чтобы продукция Коми была представлена на самом емком стране – в московском рынке. К слову, об эффективности работы постпредства. Коми в этом направлении в прошедшем 2016-м сделала существенные шаги. К примеру, выступила инициатором создания клуба постпредов. Это неформальный союз, однако задачи у него вполне реальные и важные – объединение усилий субъектов России в отстаивании своих интересов на федеральном уровне. Также по инициативе главы Коми, постоянным представительством совместно с Российским экономическим университетом имени Плеханова, был создан клуб руководителей торгово-экономических миссий, отделов посольств иностранных государств. Первое заседание прошло в октябре. У нас уже зарегистрированы более 30 стран-участников этого заседания. Все прошло довольно-таки успешно. Получили массу положительных отзывов. Дело в том, что раньше такой площадки не существовало. То есть торгово-экономические советники в посольствах работали по своим направлениям, фактически друг с другом никак не взаимодействовали. Ну, в ряде небольших исключений. Для Коми это прежде всего налаживание внешнеэкономических связей между странами и обмен инвестиционными идеями. Заседание планируется не реже раза в квартал. Дата второго уже известна. Это 16 февраля. Об участии заявили уже представители 50 стран. Кроме того, на 2017-й в представительстве запланирован целый ряд бизнес-миссий, в том числе с представителями предприятий Коми за рубеж. Из уже известных направлений это Корея и Бразилия. Вся эта активная деятельность теперь ведется под пристальным вниманием Общественного совета. А ранее этой структуры здесь не было. Она была создана всего полгода назад. Также по инициативе главы Коми. Эта инициатива создания Общественного совета, она даже в какой-то короткий срок показала свою целесообразность. И вот буквально на последнем заседании, когда директор, представитель ликвидационной комиссии, директор нового учреждения рассказывали о своих проблемах, в общем, как-то мы включены в этот процесс и стараемся тоже помочь, чтобы все процессы шли с минимальными издержками. Также в планах у Общественного совета провести мониторинг выполнения госзаданий. Впрочем, помимо контроля, в приоритете и работа с землячеством и общественными организациями Коми. Один из таких недавних примеров – родословные земляческие чтения. Коми в очередной раз выступила инициатором, в итоге стала центром, аккумулирующим в целом все движение родословных землячествах по всей стране. Таковы некоторые детали этой недели. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.